Для того, чтобы внешние раздражители вас не задевали, очень хорошие вопросы задали, нужно, чтобы внутренних не было. Понимаете? Когда внутри у вас будет тихо, вас не будет раздражать музыка. Снаружи. Музыка снаружи будет раздражать тогда, если внутри нет покоя. Подобное тяготеет к подобному и порождает подобное. Гнев, направленный на вас, вызывает в вас ответный гнев только в том случае, если этот гнев есть в вашем сознании. Если в вашем сознании нет гнева, у вас и не будет негативной реакции, эмоциональной на что-то, на гнев, направленный против вас. У вас не появится гнев в ответ. Поэтому наша жизнь – отражение нашего сознания. Если есть гнев, значит, в сознании человека, значит, обязательно появится кто-то, кто будет этот гнев извлекать наружу. Подобное тяготеет к подобному и порождает подобное. И наша жизнь – это отражение нашего сознания. Если в вашем сознании есть страх, значит, обязательно появится кто-то, кто будет его у вас вызывать, кто будет вас пугать. Если у вас есть гнев, значит, обязательно появится кто-то, кто будет этот гнев провоцировать у вас. А если гнева и страха нет, никакой реакции нет, ничего нет. Это вас совершенно никак не трогает. Все очень просто. Этот человек, он выполняет ту роль, которую ему дает наше сознание. Если есть страх, значит, обязательно наше сознание привлечет кого-то, чтобы этот страх в нашем сознании вызвать. И кто-то придет и будет вас пугать. И вы будете бояться. И все будут довольны. Если есть гнев, значит, обязательно кто-то придет, кто будет вас провоцировать. И вы будете гневаться, драться. Все будут довольны. подобное тяготеет к подобным и поражает подобное наша жизнь с отражением нашего сознания хотите чтобы не было страха чтобы не было гнева его не должно быть в сознании если в вашем сознании покои никакие внешние шумы раздражать вас не будут потому что мы от этих шумов никуда спрятаться не можем и те кто занимается тхьяной тот сталкивался с этим уже и не раз и по закону подлости когда начинаешь делать тхьяну появляются шумы когда ты начинаешь что-то сверлить до этого сидел тихо а после этого началась активность какая-то для чего? это же есть та же самая проверка о которой я вам говорил очень серьезная вещь это звуки жизни понимаете? это звуки жизни мы живем в Кали-Югу все плохо плохо значит нормально надо к этому привыкнуть эти звуки раздражают тогда когда хочется чтобы было все хорошо чтобы было там идеально этого не будет в Кали-Югу это иллюзия майя не будет в Кали-Югу ничего в Кали-Югу плохо это нормально поэтому спрятаться от звука в жизни мы никуда не сможем даже если мы там залезем в какую-то звукоизолированную комнату там абсолютно все звуки изолированы то звук биения собственного сердца будет раздражать почему? а потому что нет внутри покоя в сознании нет покоя а в сознании есть покой ничто не раздражает и никто не раздражает все равно вот это состояние нужно в себе развивать и культивировать культивировать покой отсутствие покой означает что у вас нет никаких реакций в сознании нет никаких чит-то в реке колебания университетной субстанции нечему реагировать некому и нечему респонсировать на внешние раздражители тогда никто и ничто не будет раздражать вас вот это то состояние к которому все стремятся потому что раздражителей больше чем достаточно все хотят вывести из себя все хотят обидеть унизить оскорбить потому что внутри понимаете внутри нет покоя и вот этот внешний внутреннее беспокойство притягивает внешнее беспокойство подобное тяготеет к подобному порождает подобное в этом проблема это очень серьезная вещь это причина вот той раздражительности стрессов которые есть у людей когда раздражают там звуки люди раздражают смотрю на него и раздражаюсь нервничаю при физической боли раздражают да разговариваю с ним или с ней особенно нервничаю нервничаю волнуюсь от этого еще больше раздражаюсь это беда людей это беда людей это 95% всего стресс в их жизни